Каждый десятый литр топлива на российских заправках – суррогат. Ежегодно, по данным Росстандарта, в стране продается 6 миллионов тонн некачественного бензина и дизельного топлива. О том, как государство борется с недобросовестными продавцами и что делать рядовым автолюбителям, расскажет в новостях экономики моя коллега Елизавета Верещагина. Лиза, здравствуй. Привет, Лёша. Ну, неужели всё настолько плохо? Есть подозрения, что ещё хуже. Росстандарт проводит плановые проверки автозаправок и заранее об этом сообщает владельцам. Соответственно, пойманные нарушители – это АЗС, которые не могут исправить недостатки, даже зная о ревизии. Сколько на самом деле торговцев некачественным топливом, не знает никто. А чем же чревато использование суррогатного топлива? Повышенным содержанием топлива, серы в топливе. И это самое частое нарушение. Современные экологические стандарты таковы. Для бензина Евро-3 допускается 0,15% серы. Для Евро-4 до 0,050%. Для Евро-5 до 0,010%. Соответственно, вред от этого прежде всего наносится природе. Но и автомобилю суррогатное топливо не идёт на пользу. Сернистые соединения провоцируют коррозию и снижают эффективность нейтрализатора. Сильнее всего страдают владельцы современных иномарок, так как такие машины более требовательны к качеству бензина. Лиза, а можно ли распознать подделку и как на неё может вообще не нарваться? Основной признак, что в бензине повышенное содержание серы, это неприятный запах из выхлопа. И он похож на запах тухлых яиц. Ну и можно попросить у продавца документы. Любой клиент АЗС имеет право потребовать паспорт качества на топливо, в котором обозначен его экологический класс. Евро-3, 4 или 5. Чем он выше, тем меньше содержание серы. Правда, стопроцентной гарантии от подделки этот документ не даёт. Разные партии топлива смогут смешивать. А ещё не исключено, что подсунут паспорт на уже проданную партию. Единственный совет, который точно поможет заправляться на АЗС крупных сетей. По данным Росстандарта, шанс купить здесь суррогатное топливо в 2,5 раза ниже, чем на мелких частных заправках.